всем привет мои хорошие мои любыми иду на новую почту отсылать коле просто посылку торбу такую короче скажу что там потом посмотрите это кстати сегодня святого николая праздник это 19 число святого николая кстати всех зрителей поздравляю кто николай кто не николай всех со святым николаем потому что это общий праздник вот святой николай вообще он где-то жил чего италии где-то жил и он там у мужа у отца было три дочери и он хотел их выдать замуж что-то и он подкидывал и мешки золотом николай в окно они попали куда-то отдачи в каминчику да вот на какие-то мешки вот и отец там что девочек повыдавал замуж а на третьем мешке он поймал николай чудотворца и упал ему ноги короче николай стал чудотворец его мощи там похищали туда-сюда и где-то в италии хранятся мощи николай чудотворца часть мощей виталия часть еще где-то на каком-то острове чашу вот так что кстати никого тебя тоже николая тебе выздоравливая не болей все те самого хорошего спасибо тебе за посылки николай там опять донос чокнусь а я иду на новую почту сейчас отсылать так что все спасибо всем зрителям и вам тоже николай чудотворец подкили по мешку или по пол мешка отправил николаю посылку получилось так 16 килограмм капец это но я надеюсь что дойдет сказали на новой почте что в среду я должен получить то есть вот этот мужчина что будет виталию вести должен получить была на франковской области а мне пришла посылка из иркутской области в иркутске знаете холодно удару так вот из города шелехов или шелихов наверно шелихов город шелехов или шелихов не знаю шелиховчанка или шелихов шелеховка марина геннадина мне отправила посылку спасибо огромное адамяну самуэлу аршалуйсовичу украина город нет 63 отделение новой почты я живы это слады на ну а это не на новую почту это прислали мне на городскую почту сегодня кстати святой николай еще раз поздравляю со святым николаем подарок с байкала на конверте написано ой такой запах идет с байкала тут такая котик котик русалка типа котик русалка такой это котик русалка так и это но магнитик на холодильник понятно это в байкале водятся ведь тут гляньте водяка прелесть это гжель дурков цепи тух это гжелевский петух это расписывают к жели в россии очень известная как у нас петри кивка там есть махлома короче а есть вот такой гжель это петух жили у меня там остатка бендер стоит и бедевый год так тут вот такая магнит подковка байкал на счастье вот и тут изображен короче таки морский котик короче лежит на лежбище понятно отдыхаю дальше тут идет еще один магнитик ой как красиво гляньте такие снега заснеженные горы короче это байкальские горы дальше каюбочка а в каюбочки лесси боже ух ты красивые такие эти самые не покажу потом лесси отдам обязательно передам спасибо огромное дальше ух ты видишь то что это интересные подарки такие это ой класс гляньте радости улыбок добра в новом году и тут такая короче знаете ну игрушечка короче на решается вот так где-то на что-то вот так и высыпать вот так тилипается и бегать дурку и бегать дурку сами не подарил и дыблень охламон что ты устрою меня с утра в шкаф запрыгнул выкинув все свитера спасибо деловый ты куплят и ходишь и тут алексею разбилась правда ну тут она так выглядит гляньте как будто разбить а кто бачит и бачит а там что-то не не разбита разбилась одна тут короче игрушки такие знаете стеклянные игрушки и старинные отправлены 1 расхекалась лёша простые они с аккуратно цены я расхекалась на почте теперь выпил и чешу нянь то ничего не мам байкал строить олень это тут что пахнет таким знаете как хвои хвои и чем-то еще томас ну это наверное фляжка не пришла сухой бальзам для тебя мужской сухой бальзам алфата флора ой алтайта флора алтата флора алтай флора красногори для тебя состав морали морали корень состав значит морали корень левзея сафлоридная красный корень золотой корень имбирный корень тут короче надо замыть спиртом настаивать 10 суток и растирать все органы половить полови и остальни так удасту здоровья с каждой каплей и тут письмо здравствуй сам и отправляем скромную посылку привет пейте бальзам на здоровье даже венди все выплыли падлы в дороге вот зараза пейте бальзам на здоровье не унывайте все что не делается все к лучшему небольшая перед передышка чтобы понять что происходит оценивать расставить приоритет а там и голос вернется обязательно спасибо огромное привет твоим замечательным друзьям игорю мудрецу красавцу лешеньке хранителю сказки весе нежной очаровательной здоровья маме и спокойствие с наступающим новым годом счастья всем и предстания марина марина спасибо огромное дай бог вам здоровья дай бог вам все самое хорошее со святым николаем вас поздравляю здоровья вашей семье а вас в жизни будет хорошо и отлично и тут что есть такая интересная игорю средства для ванны ухты там таки короче знаете тяжелый лук да ты такая мыло или что-то такое и тут еще татьяне васильевне боже мама уже их знает а цыганка сера на выставку отсылать маме у таких кораллове бусы или кораллове или бирюбинами сейчас я вам покажу поближе спасибо огромное марина дай вам будь счастья здоровья главное здоровья конечно и всего самого хорошего исполнение всех желаний пусть высокосный год заканчивается и будет новый год и новый год будет хороший это мой год петуха и не очень хороший будет для всех побачите побачите я такой тетух засрати что всем будет хорошо где бальзам ты выпил алкоголик признавайся кто выпил бальзам трататата мужики он повернулась собирают там вещи зайчик где не бальзам ничего не понятно это вот видите вот такие игрушки одна расхек она я не придумала что он она он это дырочка что крепится а вот это не пока вот же боя бальзам что пить а я скажу де бальзам деться вот дары байкала это байкал он перепрыл моря сибирских сосен и напился силой дикор дикоросов благоухание трафта и выбрал здоровья крепко подарит вам байкал спасибо состав сахар песок водные настойки черничника горца перцева мезмелис и листьев березы чаблица курильского чая короче календул из парыша солодки девясила шишки листья смородины и параполис скорлупы ореха и дяхте вот такие дары байкала так вот он вот он сувенир из байкала что нам надо делать хлебать вот это короче письмо вот это маме бусы на чтеки вот дальше вот это игорю значит тяжелый луг и сосновый бор вот потом вот такие петушок вот такой сухой бальзам это меня сегодня прислали и вот тут весе потом веса покажу вот и вот такие магнитики вот такая бутылочка это я так понял надо перелить и ты можно пить мачта рим стоит есть елки почему-то олень больше его думают маленькие подростки елки так вот это вот эта штучка а я сегодня иду все мариночка спасибо огромное обнимаю целую всего самого хорошего спасибо за внимание за то что вот так беспокоитесь заботитесь а мы на очень красиво лежат гирлянды и вечером тут светится это не кстати назар из львова прислал вечером она потрясаю надо ворку сделать конечно на пыль на ничего не двигаться туда я показываю гирлянды гирлянда потрясающе очень красивая она так светится ночью что у меня горит весь балкон и люди снизу идут и головы задирают а я сейчас пойду покупать штору себе я хочу сюда на окошко купить шторы на батарею закинуть потому что меня висят такие типа знаете фотообои только из бумаги из ткани сделаны то есть такие ткани висят типа фотообои сплошная из трех частей и одна часть если висит на кухне я вот это что на кухне хависыть а вот эти три я поменяю я считаю что новый год надо войти с новыми шторами потому что еще елку порта весь вид что резерву не то зеленый елка сливается и их не видно на помои стоять все с праздником вас всего вам самого хорошего короче приехал мастите но не мастите на остановку мастите я буду искать магазин называется таня ткани что там есть шторы уже готовы я не знаю где его найти так как ты вот маршрутки вижу когда проезжают так не вижу хочу купить шторки свою халубку украсить потому что совсем страшно там цирк мачты у нас цирк очень большой кстати это брежнев хотел тут советский союз чтобы столица был я сейчас расскажу и вот грязня встроил так с размахом разные там проспекты у нас широкие вчера вино вино перевернула бутылку прям с горла выпила в честь святого николая до свидания здесь титане ткани автомойках куда зашел в общем такое настроение хорошее вчера трансляции для радуется камеру это странно это вчера интернет был плохой трансляции на все могут делать я попрощался и выключил там она получилась что я не попрощался упадешь кишки вылететь и до свидания факт не что-то на это я бы падает а когда-то в яму падал так пакнула и все и ничего не осталось шел ночью к соседке спать очень пьяный был вот я там огородами шел и когда-то рассказывал через соседский двор там колодец был вырыт или подвал пустой и прям туда-то купал так и пахнув удалится вот эти ткани ткани так понимаешь а так не поймешь знаете в остановочках женщина садыч чаем торгуем вот этот 115 когда-то ехал из моста даже колесо упало чуть не перевернулся ударился джип вот тут эти ткани ткани я вон они вот это такое черное здание видите внизу он ткани танец читание то есть танин и ткани таня тканем это курма по 40 рублей так киоскопу там женщину спал и вы кинули спичку туда и загорелись и сигареты вместе с ней вот этот танец ткани вот магазин темный на низу там шторы продаются это минора к огромна еврейский центр короче там не вреи все там и квартиры есть и гостиницы и залы короче такие до встреч конференц-залы как же перейти вот так и и ты светофор спасибо спасибо большое удачи вам а вы тоже сюда в ткани но бачте я за шторами вот магазин такой здесь тут шторы какие-то бифлекс тут очень хороший магазин ткани очень большой выбор я только тут покупать непонятно что это за шарфы новая коллекция прерва где можно шторы посмотреть нет нет а на сайте людей видел там у вас какие-то шторы на платье одежные а кому не понравится и пульта швея есть синема нет а я понял ткани такие красивые это платье такая юбку сострочить значит сколько разных тканей хороших а как же шторы мне купить я не пойму ткани ткани чушь просто тряпку купить накинуть на окна здравствуйте скажите у вас шторы продаются и для одежды прошло и на сайте вроде какие-то шторы там не мада они скажете не можно найти какой-то новый центр второй этаж новый центр второй этаж это за красное здание второй этаж там штопки да вот так там уже готовые они получают так не купишь да не может какие-то там изделия готовы спасибо вот все материал так интересный на платье это для одежды магазин для одежды тут хорошая ткани сколько выбора не такой огромный жалко я так надеялся что тут куплю и ничего не купив люди уже стоять в очереди приват банки снимаю деньги потрошат банкоматы потому что у нас кстати поменялось руководство был же коломойский а теперь говорят что порошенко забрался бит приват банк то есть национализировала государственным сделала я сегодня когда звонил приват банк они мне значит вечер и там голос женский говорит что приват банк против яки против главный яких изменениями будет все нормально типа никакого вы не ощутите сложности люди видите стоят если любой банку так двинутся то любой банк обанкротится этого делать нельзя просто потому что если все вкладчики побегут забирать деньги будет просто крах стране полностью экономики все и банка обанкротится это новый центр я сейчас иду за шторами туда если есть готовы это куплю здрасте стоять я к галдели зачем снимать все деньги не надо этого делать нельзя стоять на это ажиотаж создают побегли сразу никуда не денется хотя конечно не призываю потому что дай бог пропадут потом я виноваты но у нас вроде гарантированно 200 до 200 тысяч гривен что гарантированно возвращается в любом банке если банк даже закрывается с и свыше 200 тысяч гривен тоже не гарантирован вот есть шторы гартины портьеры надо где-то мне не купить шторки ведь такие красивые хороший магазин расскажите вас шторы на заказ или можно готовые купить все на заказ да а долго делается если заказать 2 3 дня ну да плотно плотные такие вот это вот это да они получаются и вот это все что висит это тоже шторы ну а какие такие чтоб неплохие просто как бы не понимаю у них все неплохие на меня там такие дизайн квартира зачухана просто что елку поставил зеленую а шторы такие тряпки у меня зеленые висят и она сливается штора мне хочется что-то коричневый думаете мне хотелось какую-то знаете вот может быть или такую или вот такую или такую может быть вот это до песочная но без узора просто как бы такое не модно да и почем такое метр-281 так а что же тогда мне надо у меня высота получается 250 но я как бы у меня самый гардин нема у меня там труба вы сидите надо перекинуть просто через трубу но я не знаю как это не мне надо знаете так что потом я мог когда ремонт делаешь и повесить на гардины а временно как бы перевернуть через через трубу да она идет как бы из стены нас до стенки насквозь то есть я просто как бы перекидываю там прищепками за это мне нравится ткань хорошая такая вот это вот портьера хорошая турецкая не такой цвет тоже нравится вроде неплохой так а если допустим вас просто купить ткань не делать шторы можно вот такой кусок как я говорю там она она же продается как-то и ширина сколько у него вот это хорошо 280 и на а ширина полтора метра до высота 280 а сколько ширину как это скобина две половинки там три метра у меня ширина 3 метра 4 так она идет цельная получается то есть может быть просто купить как бы порезать пополам из двух половинок и повесить пока потом вдруг я захочу что-то с ними сделать и если они кот не порвет то можно их потом сострочить и уже сделать как шторы обычные правильно по идее это самое лучшее потому что если делать смысл делать и как бы окантовки разные да потом через три месяца буду переделывать вот у вас красивые видите как уже сделано это как тюль чешу но это как тюль я ходил этот танец ткани чешу у них там вообще нет я думал шторы на сайте посмотрел они сказали нет торит у нас только для одежды они посоветовали ваш магазин новом центре идите на второй этаж так что так ну шо мужа вот такую вот эту может давать уже и будет пропускать это же верно ну давай такая на буду так как тряпка то есть не страшно что она не обработана я потом обработаю не просто но я же у меня ремонта совсем нет у меня квартира убитая поэтому ну просто что шторы знаете из трех кусков такие зеленые она как и зеленая елка стоит она некрасиво хочется чтобы давайте вот это мне значит такую ткань мне надо значит что была высота 280 у вас я подверну там через трубу сколько надо и по бокам не нашу она была из двух половинок она ширина три метра то есть две по полтора правильно получается или как или брать по два метра 2 по 2 по 2 по 2 по 2 да давайте 2 по 2 и 280 длина правильно у вас тут все есть то есть и пошивочные вы если надо вы людям делаете вот это все на заказ и камушками люди на завтра ткань и привезем а подойдет а сегодня нельзя нет забрать там склад закрыт у нас сегодня выходной по неделю а подойдет вам там а ничего не другой ничего нема такого что все на складе ну давайте так давайте так это надо приехать да так а платить у вас надо а терминал есть вас не работает понятно они работают почему потому что приватбанк пошел не пропускай до платежи это деньги снять эти есть да есть есть какие есть хорошо хорошо да а завтра заберу да да видите градины продаются разные это тоже вас на заказ можно брать до ордени красивые красивая гордина интересная такая с камушками 06 армянская сам вовме термяния не светлые это настоящие даты тоже 200 до а сколько надо всего хорошо где-то в такое время завтра все хорошо как магазин наш называем фея много всяких шторок и хочешь и такие есть и с узорами у вас и с узорами без узора все же понятно да как какое-то производство чё спасибо большое даже завтра очень предлога это вот красивые такие шторы все интересные разные магазин фея вот это вот у тебя заказал шторы тут еще и тег это что-то ателье чешу не это не а ну вот это она вот это но основной это такое магазинчик фея неплохие шторы хорошие как и салат приготовить беру такие цели две эти две веточки взят на чем цели помидор рожевый помидор что-то я не вижу черепа чем желтый коктейльный так огурец как и взять у них по 38 есть по перец через 199 так как и меня варить взять так и такой огурец возьму а вы нажали сюда да ну кнопку девяносто но и сюда да ага понимать Как будто по 3,15 такая очищена, уже пекинская по 6. Возьму две штучки красного лука, вообще надо 1 для салата, Возьму один, вот этот лук, это красный, называется Марс, кнопка 35. Так, 35, да, вот это цебуля Марс есть. Ну вот тут такие красивые цветы привезли, это что такое? Спатрифилиум я, какие-то красивые. Спатрифилиум, это гладиолусы красивые. Цветочки, не знаю, как они называются. Петрушка, 101 по десятке за 100 грамм, хай бог не. Вот это возьмем, так, 101. Дорина гныльевых еду. Так, мне надо авокадо, авокадо надо брать мягкий. Вот, нет. Вот, отличные авокадо, мягенькие, мягенькие. 29 гривен штука авокадо, сусор. А черри, вот тут, кстати, есть уже чистенькие по 29 гривен. Есть желтые черри по 32. Вот такие грибы, 34 грешенькие по 37 шампиньоны. Смотрите, какая страшная картошка. Вот как ее вот это вот чистить, обчищать, вот это все глазочки. Что одна, что второй, что отвратительная картошка. Еще кажут, что у нас хорошая картошка. Юра написал мне в комментарии. Что ты рассказываешь? Глянь, я к чумой побыть-то в Украине. Что это за картошка? Как ее есть? Как ее чистить? Что это за горох? Более-менее картошка вот в таких упаковках продается. По 39,99 и за 5 килограмм. Более-менее. Кстати, кока-колу давно не покупаю. Вообще, что-то перестал ее пить. Не пью. Сыр фета. А, вот он, сыр фета. Это есть такие украинские по 37. Я никогда, по-моему, раз покупал. Вот фета. Она взбута. Вот есть моцарелла свежая. Ой, супер. Ммм, моцарелла по 13 ливен, кстати. Ну, это химия, наверное. У мужа нет. Вот такие вот маленькие. Не, это куэлбинг здоровый. Моцареллы 29 ливен. Я в Ходжсе первый раз в жизни попробовал моцареллу. Излюбился просто. Вот, наверное, возьму вот такую фету. 33. Еще такую брать украинскую. Ну, это украинскую. Возьмем рассоли. Украинская 37 ливен. Надо феты немножко. 100 грамм на салат. Тоже мороженое. Давно не покупаю. Я говорю, мороженое хорошее берите. Чтобы ДСТУ было 47,33. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот пломбир мороженого. Вот ДСТУ 47,33. Вот это хорошее мороженое. Если 35, не берите. 34, это замороженный сок. Вот такой вот пломбир в детство. Вот печенка-то. 46 гривен килограмм. Сердечки. Чеши и напидание. Это для котов шеи хорошо брать, говорят. Карачка. Все. Ну, это такая зачвяка, нет? Желтая. Вон, бачка. Обветвенная чешуйка. Надо взять, кстати, туалетную бумагу и заканчивается. И надо взять порошок стиральный. Кстати, порошок я покупаю, знаете, Ариэль. У тебя была девочка в платье нарисованной. И когда-то была скидка. Я так дешево взял. Много порошка. Три упаковки уже заканчиваются. И вот как-то теперь той девочке платье цветастом стояло на Ариэле. Вот надо теперь консультанта, чтобы до всего белья подходило. По-моему, это Димитра Лилии чище надо брать. Мальчик, если хочешь, надо деньги дать. На, держи, тебе хватит, да? Так пахнут эти батоны вкусные, багет французский. Ммм. Ну, оно же вредное. Ты будешь жрать, бакана жрать. Я пытаюсь сейчас хлеба не есть вообще. Так. Водка такая. Глянь, это мужик стоит на капитан морга. Морган. Какая-то. Инфинитая рум. Внита. 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 Грум. Такая первая квотка по 97. Украинская первая. Внита. Наверное, возьму-ка я вот этот Риэль Калор. До свидания. Копейный шок. Риэль Калор. 189 ривен 5 килограмм. Все. Мальчик выдал двадцатку на пирожок. Не стоя в очереди. Это самое со мной. И ушел. Не взял ничего. Деньги взял. Перепелиные яйца для салата я хочу взять. Так. Я когда-то взял. Сказал из стали. Я не знаю, как их выбирать. Чтобы он понимал. Перепелиных яйцах. Ну возьму. Вот такие. Теперь мне надо горчицы взять. Казацкая горчица. Возьму вот такую. Уже майонез приготовлю. Покажу. Майонез. Рецепт по Советскому Союзу. По ГОСТу. Взять экстравержен. Пачта ворует. Вот эти места. Майонез. Рецепт по Советскому Союзу. Это какого отжима. Вот такое. Бутылочку. 84 гривны тоже. Гляньте, какие петухи интересные. Ой, гляньте. Супер. Пивник. 349 гривен. Вот такой петух. Ой, вообще классный. Цена была Коли послательный купил. Вот блин. Тормоз. Надо было петуха. Жгод петуха. Прикольная игрушка. Вот петушок стоит. За 99 гривен. Ой, сколько петухов вообще. Одни петухи. Вот. Такие страшные. Это попугай. Неплохие. Вот такие неплохие. И без молнии. Может взять уже такие, что истегать. Это сапожки. Мне не нравится, что это ободок такой большой. Так вот это что. С молнией. Не знаю, может такие померить, а. Это сапожки. Люди добрый. Что оно? Тряпка, да? На чем оно? Ого, 1999 гривен. Но это не дорого, в принципе, для зимы облины. Мне кажется, это не хуже, ничего. Такие брабры злисты здесь в тот раз. Вот точно такие я покупал вразлисты здесь. Наверное, они не для зимы. Видите, почем. 4900. Как-то хорошее. Там у меня их на каблуку. Тут нема выбора и все. Нарядили так вот там мужика администратора. Видите, в таком красивом венок над головой у него. Вот такая вот елочка из подарков сделана возле мост-сити. Светятся такими, как будто коробки сделаны в виде елки. Красиво. Видите, олень стоит. Красиво очень. Из дождика сделано, понятно? Дождики, светодиодные подсветки. И там вот сделано тоже такое, как подарочные коробочки. Это кубометр торговый центр. Ой, блядь. Господи, помилуй. Шоу, короче, пакет. Взял вот это, такие пакеты. Взял пакет, вышел, глянь, так. Хлеб просыпался прямо на крыльце. Куда теперь одевать? Мусорку не хочется. Может собакам, где-то котам, кому-нибудь, чтобы поелось. Ему хлеба не могу. Не буду возвращаться. Прям на крыльце, как пюрок. Люди идут. Фух, подолься. Ну ладно, сейчас кошкам брошу. Вон, смотрите, в этом банкомате закончились гроши. Вот так. Выгрыбли уже все. Мне катилось 200 гривен, так не мало. Господи. Купил еще раз, где вернулся. Потом. Люди бегают в панике, знаете, что больше тысячи, говорят, банкомат не дает что-то. В кассе я покупал в Арусе вот это вот. Купил там порошок, продукты на салат. Сейчас салат сделаю. Там, значит, они сказали, что через Ощадбанк оно проводится. Как-то уже через терминал, но через Ощадбанк представляется. Все. Вот уже не нажрутся. Господи. Когда же вы понажираетесь? Чудят, чудят. Людей коламутят. Хай бы, может, повыть вздыхали. Прости, господи. Вон коты хоть сидят, наились послал. Все, и домой буду готовить салат. Что будет, то будет, господи. Здоровье было. Все. 와 ? ...